Депетровская Русь была не самой благоприятной территорией для проживания представительниц слабого пола. Отрада, как мы знаем из знаменитого романса 19 века, жила в высоком тюрьму, куда не было хода никому. Во время набегов изымался ценный товар, прежде всего женщины, прежде всего девушки. Поэтому их было принято держать за семью замками. Одинокая женщина, да и не одинокая тоже, не могла пойти не то чтобы одна в гости, она вообще одна не могла выйти на улицу. Участь представительниц женского пола после свадьбы зачастую не отличался от их девственного уклада до оной. Представить себе вечеринку бояр, во время которой дочь хозяина дома лихо отплясывает с несколькими танцевальными партнерами было просто невозможно. Безусловно случались всевозможные православные праздники, народные гуляния, но то что потом стало называться светским салоном отсутствовало как явление. А одной из главных ее составляющей является женщина. Таким образом перед Петром стояла задача сломить этот анахронизм, если можно так выразиться, социализировать женщину. Безусловно это касалось только дам высшего общества, но и это уже был довольно смелый первый шаг. И главной площадкой для таких экспериментов стал летний сад, где в теплое время года проводились ассамблеи. Проблема заключалась в том, что подданные Российской империи не умели попросту а танцевать, б стильно одеваться, ну попросту разговаривать друг с другом в непринужденной атмосфере. Никто не понимал новоявленного этикета, более фривольного, и также никто не хотел с этим мириться. Царю приходилось выпускать памятки, где было по пунктам расписано, что делать, когда делать и как это делать. Особенно педалировалась тема наличия женского пола, причем как жен, так и дочерей. И бывшие бояре, остриженные и переодетые в европейские платья, привозили своих домочадцев в летний сад к пяти пополудни и зачастую с нервно трясущимися коленками наблюдали за тем, как их дочерь выделывала каприоли судалым офицером. О том, на каком уровне была гигиена, мы можем узнать из знаменитого указа императора. Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются, не зная, политесу, и правил одежды иностранной. Я как кикиморы одеты бывают. Одев робы и фижмы из атласа белого на грязное исподнее, потеют гораздо, отчего зело гнусный запах распространяется, приводя в смятение гостей иностранных. Указываю впредь, перед ассамблеей мыться с мылом в бане с отчанием. И не только за чистотой верхней робы, но и за исподним такожде следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить жен российских. Петр регламентировал не только поведение во время застолья, а также даже то, что связано с походом в туалет, о чем будет сказано ниже. Он стал первым в России, как бы сейчас сказали, трендсеттером, опинионмейкером. Короче, он стал задавать тон. Женщинам было необходимо являться обряженными бельми, но без лишнего перебору, окромя дам прелестных. Интересно, каким образом градировались дамы прелестные и непрелестные. Последним дозволяется умеренно косметику и образ свой обольстительно украсить. Особливо грацией, весельем и добротой от грубых кавалеров отличительными быть. Итак, как же следовало вести себя во время ассамблей, которые проводились не только в парках и садах, но и, естественно, в частных особняках. Мыту старательно, без пропускания оных мест. Я думаю, вы догадывались, что за оные места. Бри тут тщательно, дабы нежностям дамским щетину и мерзкий урон не нанести. Голодну наполовину и пьяну самую малость, а то и вовсе. В освященном зале возникнув вдруг, духом не падай, телом не дуби, напротив, округлив руки и не мешкая в кипении гостевое сорвение включайся. В гости придя с расположением дома ознакомься, заранее на легкую голову, пока не выпил, особливо отметив расположение глазетов. А сведения эти в ту часть разума отложи, кое винищу менее остальных подвластны. Явство употребляй умеренно, дабы брюхом, отяжелевшим препятствия танцам не учинять. Зелье же пить волю понеже ноги держит, будя откажут пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава. Интересная логика. Ибо сия смерть на Руси издревле почетно есть. Какие новости? Ежели меры не знаешь, на друга положись, он и страж поболее государственных бдений имеет. Упиток складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам, складывать отдельно пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Беду почуяв, не паникуй, но скорым шагом следуй вместо упомянутое. Понятно, про какую беду идет речь и понятно, про какое место. По дороге не мешкая и все силы употребляя на содержание в крепости злодейски предавшего тебя брюха. Но проблема была не только в живых женщинах, но и в неживых. Все эти скульптуры, демонстрирующие голое тело, изначально воспринимались, мягко говоря, болезненно. Венеру таврическую, иначе как белой деволицей, не называли. Забредший ночью солдат мог повалить статую и начать ее топтать ногами. А на вопрос, зачем он это сделал, отвечал с прямолинейностью прекрасного человека, бес попутал. Собственно, именно по этой причине и была установлена северная решетка по проекту Фельтона и Егорова. Шедевр нашего города. Необходимо было оградить сад от посторонних. Но Петр одержал победу и здесь. Изобразительное искусство с его нарочитым эротизмом плотно вошло в обиход вельмов. А вместе с тем изменилась и роль женщины в обществе. Отрада теперь не сидела в высоком тюрему. Она принимала у себя в салоне поэтов, полководцев, царедворцев. Она стала играть ключевую роль в сложившемся социуме, созданном Петром Первым. И летний сад в этом сыграл ключевую роль. А я напоминаю вам, что в Петербурге и Москве проходят экскурсии. И они даже пройдут в Берлине и в Париже, если вы присоединитесь к нашим группам. Ссылки на всю информацию вы можете найти в описании под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в наших следующих виртуальных и не только путешествиях. С вами был гид Павел Перец. Пока!